МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый автомобиль имеет право на парковку. Но если автомобиль может сколько угодно, то парковочное пространство, ресурс ограничены. Его всегда не хватает, и расширять его с каждым годом становится все труднее и труднее. И тогда парковки становятся вертикальными. Для того, чтобы запарковать автомобиль, по нормативу нужно минимум 18 метров, это на плоскостной стоянке, плюс с подъездом и отъездом, итого 26-28 метров квадратных на один автомобиль. Перед вами парковка, которая может на площади в 120, если точнее говорить, 116,8 метра, запарковать 50 машиномест. Автоматизированная парковка, кроме парковки, парковочного места, предусматривает еще и механизм для размещения на нем автомобиля. Как правило, им управляет сам водитель, желающий поставить машину на стоянку. Первая подобная парковка появилась на территории телевизионного центра Останкино три года назад и до сих пор считается единственной в России. А ведь по первоначальным планам подобных автомобильных башен только рядом с Останкино должно было появиться не меньше десятка. В настоящий момент парковка работает в тестовом режиме. Мы действительно прошли достаточно сложный период трехлетнего согласования. И надеемся, что он подходит к концу. В течение двух месяцев мы сможем из тестового режима перевести ее уже в обычную нормальную эксплуатацию. За три года не было ни одного, ни технического, ни технологического отказа. Как вы видите, даже сейчас стоят машины. Периодически мы проводим тестовые испытания в разных климатических условиях. При пониженной температуре, при сильной влажности, при дожде и так далее. Чтобы доказать, по крайней мере, самим себе и производителям, что данное решение пригодно в использовании в нашем климате. Инновационная для России идея заменить традиционный железобетонный паркинг автоматизированным уткнулась в административные барьеры. Почти два года строители потратили на урегулирование земельных отношений. В конце концов, вариант нашелся, но тут возникли новые, осложняющие обстоятельства. У нас на самом деле нет такого понятия в правительственных кругах, как преемственность. Пришел новый человек, избранный мэр, губернатор, неважно. Он берет за основу все то, что было сделано до него, лучше, и продолжает эту тенденцию, выполняет и обязательства. У нас все начинается сначала. Поэтому, когда пришел новый мэр, он все земельные участки, все земельные отношения, где были какие-то конфликты и так далее, потребовал, чтобы было ГПЗУ. Вот мы уже с декабря месяца выпускаем ГПЗУ на построенный объект. Понимаете? Чиновники не только остановили проект на три года, они сделали его еще более дорогостоящим. Инвесторы вынуждены признать проект пилотным и скорой прибыли от него не ждут. Но надежду вернуть инвестиции не теряют. Этот бизнес, наверное, сейчас является достаточно выгодным, потому что в мире сложилась ситуация, что в мире можно купить все. Можно купить машину, можно купить дом, можно купить землю. Единственное, чего не хватает, это парковочных мест. В любом огромном большом городе единственной головной болью любого человека является эта нехватка парковочных мест. Это не только Москва. В Токио, в Гонконге нельзя купить машину, поставить ее на учет, если у тебя нет официального места для хранения этой машины. Автоматизированные парковки – это не панацея. Тем не менее, именно эти сооружения способны эффективно и быстро решить проблемы с дефицитом парковочных мест. Инновационная машина-место обойдется автовладельцам дешевле, чем в том же народном гараже. Снять ежедневный вопрос, куда поставить машину, можно в среднем за 6-7 тысяч евро. Срок окупаемости таких проектов для инвесторов 7-8 лет. Автоматизированные находят там применение, где очень дорогая земля и нужно развиваться в высоту там. Значит, то, где большие приток автомобилей в центральной части города. В основном они там используются. И вот именно из этих соображений. Приехал, оставил автомобиль, быстро вышел и потом в автоматизированном режиме проучил. Во дворах спальных районов парковочные площади тоже в дефиците. Здесь альтернатива существующим ракушкам, пеналам и металлическим гаражам – роторные парковки. В этом случае машина, как на колесе обозрения, заезжает на поддон, а затем ее перемещает наверх, освобождая место для следующего авто. Получить свою машину водитель может, нажав кнопку на щите управления с номером парковочного места. Роторные парковки могут продаваться, например, заинтересованным жителям конкретных районов, кварталов. Для этого необходимо арендовать место, получить разрешение на установку системы парковки роторного типа, поставить это временное здание и сооружение, не требующее очень длинного согласования. Автоматизированные парковочные комплексы успешно эксплуатируются в крупных городах Южной Кореи, Японии, Америке, Германии уже более 40 лет. Отечественная бюрократическая система к подобным инновациям оказалась не готова. Но потребность...